Всем привет! Продолжаем рассказывать о судьбе актеров любимых сериалов. Аргентинский сериал «Дикий ангел» в России впервые был показан в 99-м году. Он имел такую популярность, что потом повторно транслировали еще пять раз. Предлагаем вспомнить самых ярких героев и узнать, что стало с актерами сериала спустя годы. Милую внешне и оторву внутри девушку по имени Милагрос сыграла Наталья Аррейра. Она обожала погонять мяч и провернуть какую-нибудь аферу. Роль Милли сделала Наталью поистине знаменитой и искренне любимой. После того, как актеры сериала «Дикий ангел» завершили съемки, Аррейра продолжила музыкальную карьеру. Она выпустила новый альбом и отправилась на гастроли. Также Наталья занимается бизнесом. Она совладелец бренда одежды Ласса Рейра. Что касается фильмографии актрисы, то девушка построила достойную карьеру в кино. Например, за последние пять лет она снялась почти в десяти картинах, в числе которых «Подпольное детство», «Темный ангел», «Только ты» и другие. В сериале «Ты моя жизнь» партнером Аррейра вновь стал Факундо Арано и многие другие актеры сериала «Дикий ангел». В 2002 году актриса вышла замуж за Рикардо Мольо. Спустя десять лет после свадьбы у супругов родился сын Мерлин. Герой Факундо Арано избалованный женским вниманием богатенький Ива. Он привык, что все девушки поддаются его чарам, но Милли оказалась не так проста. После этой роли на актера обрушился просто шквал популярности во всем мире. После завершения проекта, как и многие другие актеры «Дикого ангела», Факундо продолжил дальше сниматься. Он играл в сериалах «Добрые соседи», «Ночью и днем рядом с тобой». Также в 2014 году снялся в клипе Натальи Аррейра на песню «Я умираю от любви». Я сделала песню «Я умираю от любви», я спела ее на русском. По-русски? По-русски. Факундо Арано активно занимается благотворительностью и даже выходил на Эверест в рамках программы «Донорство крови спасет жизнь». Арано женат на известной телеведущей и модели Марии Сусини, которая родила ему троих детей – дочь Индию и двойняшек Яка и Морро. Актер Сегундо Сернадос исполнил в сериале роль Пабло, художника, который страдал по своей погибшей возлюбленной. Роль в сериале принесла Сегундо огромный успех и славу. Его красивая внешность позволила актеру получить роли во множестве сериалов и стать любимчиком жителей Южной Америки. Актер был женат на перуанской актрисе Джанели Нейро и пара имеет сына Сальвадора. После развода Сегундо приписывали множество романов с известными актрисами. Адвоката Серхио, не устоявшего перед очарованием Миле, сыграл Диего Рамос. Многие фанаты даже считали, что актеры Дикого Ангела подобраны неверно и Диего был бы более органичен в роли Ива. Актер сыграл несколько ролей в сериалах совместно с Натальей Аррера и это принесло ему общественное признание. Из последних работ – «Виолетта, только ты и волшебный футбол». Диего Рамос не женат и о его отношениях с девушками ничего не известно. Он хотел бы иметь детей, как Рикки Мартин, что заставляет задуматься о нетрадиционной ориентации актера. Виктория Аннетта сыграла милую домработницу Лину, обожающую бабочек и мечтающую о своем возлюбленном. После успеха в сериале «Дикий ангел» актриса сосредоточилась на фотосессиях и открыто заявляла, что хочет стать звездой в эротическом жанре. Актриса даже хотела выпустить книгу со своими эротическими фотографиями, однако, по ее словам, момент еще не настал. Сейчас Виктория больше играет в театре, чем снимается в кино. Виктория никогда не сидела на диетах, обожает йогу и велосипедные прогулки. Она замужем за Хуаном Бласом Кабальеро, аргентинским музыкантом и продюсером, от которого в 2006 году родила дочь Еву. Вероника Виньера сыграла любимицу богатого папочки Вики. Она привыкла к красивой жизни и считает, что ее ждет будущее с обеспеченным мужчиной. Но чувства берут вверх, и девушка оказывается в объятиях водителя. После этого сериала актриса снялась еще в нескольких телесериалах, а также Вероника работала на телевидении, ведущей популярного шоу «Идеальная пара». Вероника была замужем за известным аргентинским певцом Фрэнсисом Чейни. У них родились дочери Макарена и Камила. Кроме того, Вероника принимала активное участие в воспитании четверых детей мужа от предыдущих браков. Влюбленного в дочь хозяина водителя Рокки сыграл актер Марселло Моцарелло. Именно эта роль забавного водителя в «Диком ангеле» принесла актеру поистине мировую славу. После завершения работы в сериале он снялся с Факунду Арана в «Добрых соседях» и продолжил сниматься в других картинах, а также играть в театре. О личной жизни актер не любит распространяться. Лидия Ламайсон сыграла потомственную аристократку Донну Анхелику, которая владеет огромным состоянием, но никакие деньги не могут сгладить ее утрату. Она потеряла внука, а как оказалось в последствии – внучку. Актриса снималась в сериалах вплоть до 2008 года, то есть до 94 лет. Скончалась актриса в 2012 году. Артуро Малли сыграл местного богатея Федерико Ди Карло. Актер принял участие почти в 60 картинах. Последними его работами стали проекты «Город солнца» и «Побег». В 2001 году Артуро скончался от сердечного приступа. Ему был 61 год. Простую девчонку Глорию, которая выросла с мили в монастыре, а потом стала ее коллегой-домработницей, сыграла Габриэла Сари. «Дикий ангел» сделал актрису знаменитой и проложил дорогу в кинематографическое будущее. После роли «Горничной Глории» актриса снималась в различных теленовеллах. Также она много времени уделяет своей работе в телешоу «Мы семья», занимается вокалом и играет в театральных постановках. О личной жизни Габриэлы подробности не знаем, но, судя по фотографиям, у нее есть возлюбленный. Умберто Сирана сыграл великодушного и понимающего Падре Мануэля, хранящего тайну, которая позволит расставить все по своим местам. В мире кинематографа Умберто Сирана занимал место драматического актера второго плана, снялся в чуть более 20 фильмах и сериалах. В 2013 году актер умер на 71-м году жизни. Друга Ива Альфреда Бобби сыграл актер Пабло Новак. На его счету более 20 ролей, преимущественно на телевидении, в том числе сериалы. Также Пабло Музыкант, певец и режиссер. Был женат на актрисе Андреа Кэмпбелл, и у них двое детей. Актриса Мариана Ариас сыграла Андреа, главную соперницу Мелагрос. Изначально Марианна модель, до сих пор она снимается для разных рекламных компаний и журналов. В кино и сериалах с 2005 года не снимается, сейчас работает на телевидении. От первого брака у Марианы дочь Палома. Актриса замужем за экономистом Роберто Гальвазе. Асфальдо Гиди сыграл в Дикомангеле дворецкого Бернардо, дядю Мелагрос. Актер продолжал сниматься в сериалах, но в 47 лет его жизнь внезапно оборвалась. В 2011 году его нашли повешенным в собственной школе-студии. Говорят, у актера часто случались творческие кризисы, и он оставался без работы. Актер Норберто Диас сыграл в сериале Дамиана, отца Пабло. На экранах актер появлялся в основном в амплуа злодеев. Норберто Диас умер в 58 лет во сне. У него были проблемы с желудком, и незадолго до смерти ему сделали операцию. Несмотря на то, что Марта – главный враг Мелагрос, в жизни актрисы являются хорошими подругами. Валерия Лорко после успеха сериала «Дикий ангел» снялась с Натальей Аррейро в сериале «Качора». Также работала на телевидении и принимала участие в нескольких сериалах. У Валерии есть сын Лусио, с которым они руководят театром в Палермо. Пиши в комментарии, кто из героев сериала «Дикий ангел» нравился тебе больше всех. А также голосуй за любимого актера в нашей группе ВКонтакте. Ссылка в описании. Ставь лайк, подписывайся на канал, впереди много интересного. Удачи!